Своеобразный флешмоб прошел во французской столице Париже. Тысячи людей в Белом собрались у знаменитого музея Лувр и устроили романтический ужин при свечах. Как оказалось, столичное мероприятие не было санкционировано местными властями. Однако, несмотря на это, полицейские не тревожили гостей таинственного застолья. Подробнее в следующем сюжете. На крахмалиной скатерти, подсвечнике, гости, одетые только в белое, и изысканная еда. И все это на фоне знаменитого Лувра. Казалось бы, такое мероприятие проводится, если не при поддержке парижской администрации, то хотя бы с ее разрешения. Но это не так. Ежегодно тысячи людей стихийно приезжают к любой достопримечательности города, оперативно расставляют столы, накрывают их и ужинают на глазах у изумленной публики. Организаторы говорят, что это не званный ужин, где нужно иметь разрешение на его проведение, а спонтанный пикник. А его, как известно, никто не имеет права запретить. Это истинное удовольствие. Мы в уникальном месте и имеем возможность здесь поужинать. Это импровизированный пикник, и в это сложно поверить. Ну, конечно, наполовину импровизированный. На самом деле, к нему тщательно готовятся. Сегодняшний вечер – это воплощение французской изысканности. Неважно, какая Франция, хорошая или плохая, здесь можно отдохнуть. Это тихая гавань. Участники креативного флешмоба до последнего момента не знали, где будет проводиться пикник в белом. Место организаторы не называли, все детали держали в строжайшей тайне. Главное условие для участия – приглашение и белая одежда. Туристы не могли пройти мимо. Они завороженно наблюдали за происходящим. Я слышала об этом, а теперь впервые вижу воочию это мероприятие. Оно удивительное. Люди смеются, едят что-то вкусное. И все это происходит в таком прекрасном городе. Идея массового ужина под открытым небом с белым дресс-кодом зародилась еще в конце 80-х. Ее автор – француз Франсуа Паскье. Цель акции – демонстрация французской изысканности и элегантности. Однако такие мероприятия популярны уже не только в городах Франции, но и в Нью-Йорке, Мехико, Монреале, Сингапуре, Сиднее и еще в 60 странах мира.